Привет всем! Вы на канале Трейдмастер и сегодня ваше внимание новый видеоролик, тема которого вам очень сильно нравилось в фифа 18, фифа 19, фифа 20. Теперь уже пришло время к фифа 21, а именно игроки, на которых вы можете трейдить уже в первый день, когда у вас будет доступ до веб-приложения. Если вам нравится такой контент, лайк, если вы новые на канале, подписка, приятного просмотра. Начнем наш рассказ с того, что 30 сентября мы с вами сможем перейти на официальный сайт e-sports и залогиниться в веб-приложение фифа 21. Что там мы сможем с вами сделать? Мы сможем открыть наши паки за лояльность, собрать СБЧ и немножко тренинг. И этим будут заниматься полностью все в мире, потому что доступа к консоли, к матчам у никого не будет. Соответственно мы должны понимать, что все люди делают одни и те же вещи, собирают одни и те же СБЧ и они нуждаются в одних и тех же игроках, которые будут очень хорошо двигаться в цене. Если мы посмотрим на фифа, это у нас 19 условий продвинутых СБЧ, на которые я всегда советую обращать внимание. Я советую обращать внимание именно на гибрид лиг и последняя сборка, где нужно 11 индивидуальных лиг и 1 нация. Почему? Потому что все другие сборки именно этого типа гибрид лиг, там нужно также 1 нация, но там уже можно меньше лиг. Соответственно вот это самый сложный вариант, на который вы должны опираться в первую очередь. Если посмотреть на условия спорки в фифа 19, то и спор спасили у нас всего лишь 6 золотых редких игроков. А в фифа 20 они поменяли условия и подняли уже эту планку до 8 рарных игроков. И это СБЧ было максимально неудобное и дорогое. Я помню в начале игры я стрейдил очень много на карточке Исмаили. Понятное дело чемпионат Украины и он не очень был востребованный. Но я в первый день его старался снайпить за 2 тысячи, за полторы тысячи и продавать за 4-5 тысячи. Он очень хорошо уходил, потому что все кто собирал через бразильцев, должен был эту карточку в сборку засунуть. Теперь я хочу вам показать на примере той же Франции. Мы посмотрим много разных карт, которые могут зайти в первые дни очень круто под эту сборку и быть в стоимости. Перед тем, как мы начнем рассматривать карточки под СБЧ, я хочу уточнить кое-какие нюансы. Первый. EA Sports нам показали всего лишь топ-1000 лучших игроков в FIFA 21. И последний из них был по-моему рейтинга 78 или 77. Соответственно мы еще не видели золотые карты рейтингом 75, 76, наверное больше половины 77 рейтинга. Там могут быть интересные персонажи, которые на ура зайдут в эту сборку. Второе. EA Sports нам игроки показали, но они не сказали, кто из них будет редким, кто из них не редким. Соответственно котировки карт мы также еще не знаем. И третья тема. Как вы видели, в FIFA 19 нужно было 6 рарных игроков в эту сборку золотых, а в FIFA 28. Честно говоря, я склоняюсь, что в FIFA 21 редких карт будет примерно как в FIFA 19. Также 6 или 7. То есть я думаю будет меньше, чем 8. Это мой прогноз. Дальше. Давайте мы посмотрим на Францию. Какие у нас есть варианты, исходя из текущего положения топ 1000 карт. Выбираем сразу же Францию. Смотрим вратарей. Какие есть опции именно на позиции голкипера. В прошлом году, я помню, на позиции голкипера у нас стоял вратарь с бельгийского Андерлехта. Его нету, потому что он был 75 рейтинга. Этот вратарь решал очень и очень многое. Если посмотреть сюда, у нас есть вариант сразу же. Я смотрю тех игроков, которые играют за рубежом. А это немного. Это всего лишь Ареоля, который играет в Фулхме, который будет недешевым. Сразу же вам скажу, эта карточка будет недешевой. Да и в принципе все. Остается Гуртнер, если я не ошибаюсь, он вылетел во второй дивизион. И эта карточка будет нас очень сильно спасать в плане сборок. Давайте теперь посмотрим, что у нас есть в центре защиты. Также выбираем Францию, все по стандарту, один и тот же шаблон. Выбираем позицию центральный защитник. И здесь также небольшой выбор. Вот, у нас есть игроки из Бундеслиги, такие как за году. Он будет дешевым, потому что скорости нету. Ну и само собой французы из французского дивизиона. Это тоже Палои, Палоа, Кошельны. Лично я склоняюсь к карточке Були. У него много скорости нету и он с АПЛ. Потому что зума будет дороже, у него карточка сочнее. Но я выберу лично Були. Не скажу, что он будет дорогим, но я думаю, под 2000, наверное, в начале игры он будет стоить. Так что вам стоит, на нем будет, наверное, потратить. Также надеемся на то, что этот игрок будет рарным, редким. Потому что редкие игроки нам в первую очередь интересны. Вот. Дальше мы смотрим позицию еще одного центрального защитника. Его напарника по позиции. И у нас, в принципе, на этой странице больше никого интересного. Но у нас еще есть вторая страница, на которой что мы видим? У нас есть Монако, чемпионат Франции, чемпионат Германии. И есть Жиго. По-моему, на стриме так меня исправляли мои подписчики. Вот. Я не думаю, что он должен быть дорогим, потому что все-таки чемпионат России. Вот. Это непопулярный чемпионат без стартового состава. Дальше мы смотрим, наверное, ребятам фланговых защитников. Посмотрим, кто у нас может быть справа. То есть, в принципе, с того, что мы увидели, выбор небольшой. Это карточка Жиго. Я уверен, если он еще будет редким, он будет максимально дорогим именно под сборку. Дальше мы смотрим правую позицию. Ну и здесь есть парень с той же Бундеслиги. Шмидт. Также есть ребята с французской лиги, которые мы всегда держим на последнее. Потому что там сложно, ребята, вы знаете. В французской лиге нужно затыкать именно последнюю проблемную позицию. Самую проблемную. Вот. И из того, что я вижу, есть Малькют. Но если вы помните, он в начале игры FIFA 20 стоил тысяч пять. Потому что его еще в стартовые составы ставили часто. Так что он был дорогим. Ну, в принципе, я советую Павар. Потому что самая низкая скорость именно у него. Мы берем Павара. Я думаю, он должен быть рарной карточкой. Давайте смотреть, что у нас по позиции лево защитника. Какой там игрок может быть востребованный. Смотрим позиции. Также выбираем левый защитник, левый фланговый защитник. И здесь, видите, ребята, почему сейчас мы возьмем французский чемпионат? Почему? Потому что у нас выбора-то нет. Дело в том, что Руссельон в прошлом году на старте стоил тысяч пятнадцать двадцать. Эрнандес также, я думаю, будет стоить около десятки. Менди, как вы понимаете, он будет, наверное, тысяч пятьдесят семьдесят на старте. Это минимум. Вот. Комара очень крутой, лучший стартовый левый защитник в французском чемпионате. Его будут, если люди будут собрать именно свой первый состав через Лигу 1. То вот эта карточка будет самой популярной. Вот. Курзова остается и Амави. Давайте возьмем Амави, потому что он здесь редкий. Возьмем для того, чтобы именно иметь котировку карточки редкая. Дальше мы перейдем с вами на позицию левого полузащитника. Также, ну, наверное, стоит рассматривать полностью все. Левый форвард, левый вингер. Если что, вы сможете поменять позицию при... Тому, чтобы он имел максимальную сыгранность. Потому что нужна сыгранность, по-моему, соточку. Вот. Дальше мы смотрим. И здесь вариантов также немного. Вот в Бундеслиге есть Тюрам. Но, если вы помните, мы уже поставили Павара. Он уже нам не подходит. Вот. Также Амави, он с Франции. Единственная, самая крутая карточка. Как и FIFA 20, так и FIFA 21. По трейд. Матьо Вальбуна. Один из лучших игроков. Потому что он играет в чемпионате Греции. И я уверен, что он будет стоить большие деньги на старте. Дальше мы с вами двигаемся на позицию правого полузащитника. И рассмотрим, какие здесь варианты есть. Кого мы с вами можем увидеть. Так, смотрим. Выбора нет. Одним словом, два парня с чемпионата Франции. Причем, то Вен будет недешевым. Есть Алисандрини. И здесь вопрос. Будет ли Алисандрини дешевым? Я думаю, нет. Почему? Потому что он перешел в Китай. И... Ну, выбора? Выбора нет. Да? То есть, мы должны его ставить. FIFA 20 на позиции правого полузащитника. Есть такая карточка Салибур. Может, он и до сих пор играет в Малерке. Он был также нерарным. То есть, нередким. И он был редким 75-го. То есть, надеемся, что он будет снова в этой игре. И тоже надеемся, он будет золотым. Вот. Алисандрини заходит. Но я думаю, Алисандрини честно. В прошлом году карточка Алисандрини с МЛС на старте стоила 7600. Не потому, что он был играбельный. Никто не играл за МЛС особо. Дело в том, что именно вот этот парниша был крутым. То есть, альтернативный, быстрый, популярный правый полузащитник. Дальше давайте смотреть, наверное, центральную зону. Потому что нам нужно аж целых два центральных полузащитника на этой позиции. И смотрим, центральный полузащитник, опорник или ЦАП. Первая страница, как я понимаю, игроки все максимально недешевые. Вторая страница. Давайте смотреть, что у нас здесь. Угу. Так. Коклен. Коклен это у нас Ла Лига. Ну и в принципе, больше с Ла Лиги у нас здесь никого нету. Давайте возьмем его. Потому что нам нужна экстра лига. Есть вопрос по Коклену, потому что карточка играбельная. Видите, у него и скорость есть. Он такой максимально сбалансированный. Box to box. Он может на старте из-за своих стат стоить также тысяч 4-5, наверное, 3. То есть, нужно его будет поснайпить чем пониже. И я думаю, на нем будут деньги. Давайте смотреть ему напарника по этой позиции и узнаем, есть ли какой-нибудь центральный полузащитник, чтобы не сменять позицию. То есть, смена позиции это неплохо, это не страшно, это не критичный вариант. Но не хотелось бы, да? Вот. Это у нас опорник Геловоги. У нас есть Капу. Вот. Этот Капу. Он вылетел с Уортфордом в чемпионшип. То есть, это еще экстра лига. У нас также есть это значок Ромы. Верете. Верету. Без разницы, как так он называется, считается. Он за Ромы играет. Новый значок Ромы, так сказать. Потому что и спортс потеряли лицензию на Рому. Вот. И все остальные варианты, видите, это уже французская лига. То есть, они нам вообще не подходят. Соответственно, у нас остается выбора. Ну, не остается выбора. Мы ставим Капу. Но, видите, Капу это уже смена позиции. То есть, вы должны уже экстрем будете заморачиваться на смену позиции. Если вы будете собирать эту сборку через такой вариант. Или вариант Б. Вы даже сможете, знаете, что я вам скажу? Вы даже сможете эту карточку покупать на опорнике. Снайпить по дешевке смену позиции. И потом этого Капу выставлять дороже. То есть, это такой трейд на смене позиции. Я уверен, он в начале игры работает. Потому что люди будут искать каких-нибудь центральных полузащитников. Которые играют за рубежом. Будут проводить различные лиги. И, возможно, они вашу карточку купят дороже. Можно будет попробовать, между прочим. Я думаю, сработает. Потому что нехватка именно центральных полузащитников за рубежом в нации Франции. И, как я понимаю, последний вариант. На позиции опорника. Ставим в ряду. Это уже итальянская лига. Соответственно, видите, у нас уже показывает 10 клубов, 9 лиг. Почему 9 лиг? Потому что, как я понимаю, здесь они считают, что Капу до сих пор играет в чемпионате премьер-лиги. Как я понимаю. Это, наверное, такая вот ошибка. И последний игрок, который будет на позиции нападающего. Я помню, здесь у нас проблем не будет точно. Есть хорошие варианты. И очень дешевые. Так, позиция центральный форвард. Или же нападающий. Вот. У нас здесь Женья, который уже официально не рарная карточка. И есть Гумис, который пока что рарный. С того, что мы можем увидеть. И Гумис, он у нас играет в чемпионате Саудовской Аравии. По-моему, да. Да, и именно он идеально нам подойдет под эту спорку. Мы ставим Гумиса. После того, как мы с вами подобрали игроков на каждую позицию под это СБЧ, вы можете увидеть, у нас присутствует всего лишь 10 лиг. Это все по вене Фудбина. Потому что Гуртнер и его МИАН вылетел во второй дивизион Франции. А до сих пор он числится в первом. Соответственно, мы переходим на Википедию и смотрим. Такой-такой вратарь играет за АМИАН. Лига номер 2. Так что, думаю, вопросов больше по этому поводу нет. Таким вот, ребята, получился видос. Наша подборка игроков стартовых под трейд. Если вам ролик такой зашел, влепите лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!